Сегодня испытаем на прочность гидравлическим прессом ножи из разных сталей, и не только стали. Все ножи для тестов я подобрал максимально одинаковой формы и одинаковой толщины. Рассмотрим их подробнее. Нож из немецкой нержавеющей стали. Стоимость этого ножа 1000 рублей. Он очень острый и отлично режет бумагу. Но, к сожалению, заснять, как он ее режет, у меня не получилось. Я просто забыл включить камеру в этот момент. Керамический нож по стоимости почти такой же, как и первый. Посмотрим, как он режет бумагу. Ну, в принципе, кое-как он ее режет. Не сказать, что очень хорошо. Ну и самый дорогой нож, стоимостью 5000 рублей, нож из дамасской стали. Это японская дамасская сталь, имеющая 73 слоя. Дамасская сталь состоит из слоев разных сталей, сваренных между собой кузнечной ковкой. И поэтому она обладает высокой твердостью и высокой прочностью. Именно вот этот нож очень острый. До съемок этого видео я его уже успел протестировать. По похожей технологии в древности изготавливали японские катаны. Уже показывал вам тюменские беспроводные наушники CGPods 5.0. Все-таки решил испытать их под прессом. Оказалось, кейс CGPods 5.0 выдерживает нагрузку в 220 кг. А сделан этот кейс из профессионального авиационного алюминия. Точно из такого же алюминия делают боинги. У другой модели CGPods Lite вот такой кейс антистресс с прикольным замочком. Смотрите, как приятно щелкает. Это самый маленький в мире кейс. Еще одна фишка тюменских CGPods – влагозащита. CGPods можно мыть под краном, брать в душ. А дорогущие Apple AirPods воды боятся. Кстати, автономность у тюменских и яблочных ушек одинаковая. 20 часов. Звук одинаково хорош. Только CGPods стоит в 4 раза дешевле яблок. А создателя CGPods Вадима Бокова прозвали тюменским Илоном Маском за его подход к бизнесу. В прошлом году его тюменские CGPods порвали все российские рейтинги. Именитый Huawei обогнали. Молва о популярности тюменских CGPods дошла аж до Китая. И теперь CGPods активно подделывают дельцы с Алиэкспресс. Китайские фальшивки похожи на CGPods, но только внешне. Начинка у наушников совершенно разная. Смотрите. Продаются тюменские CGPods только онлайн. В обычных магазинах их нет, как нет и на ценах этих самых магазинов. Только честная прямая цена производителя всего 3500 рублей. В магазинах со всеми накрутками CGPods стоили бы в 2 раза дороже. В описании ссылка на CGPods и мой личный код на скидку 200 рублей. Это полотно мехпилы. Оно сделано из одной из самых твердых быстрорежущих стали R6M5. Эта сталь имеет твердость около 65 единиц, но она обладает очень высокой хрупкостью. Из этой пилы получаются очень хорошие самодельные ножи. Я на скорую руку сделал необходимой формы лезвия. С заточкой особо не заморачивался, поэтому он бумагу режет так себе, на уровне керамического ножа. С помощью гидравлического пресса попробуем выяснить, какой из этих ножей самый прочный. Но для начала проведем еще один тест на твердость. Это стеклянный советский стопарь. Далеко не каждая ножевая сталь может поцарапать стекло. Например, нож из нержавейки не оставляет на ней никаких следов. А вот нож из быстрорежущей стали царапает его. Но при этом тупится и сам. Дамасская сталь тоже оставляет еле заметные следы на стекле. Но тупится. А вот керамический нож с легкостью вгрызается в стекло. Потому что твердость керамики в несколько раз больше, чем у стали. Такое ощущение, что при желании этим ножом можно было бы разрезать этот стакан пополам. С помощью этого приспособления и тензодатчика на гидравлическом прессе проверим, как под нагрузкой будут изгибаться клинки этих ножей. Первым на очереди будет нож из нержавеющей стали. Субтитры делал DimaTorzok Максимальная нагрузка во время испытания составила 130 килограмм. Нож не лопнул, но изогнулся до такой степени, что он уже больше не нож. Как себя поведет в тесте на изгиб нож из керамики? Клинок керамического ножа лопнул при нагрузке в 29 килограмм. Чем больше твердость, тем больше хрупкость. А твердость здесь примерно такая же, как и у карбида вольфрама. И самый дорогой нож из дамасской стали. Максимальная нагрузка была практически такая же, как и в первом случае, когда мы испытывали нож из нержавеющей стали. Только в отличие от нержавейки, дамасская сталь лопнула. И напоследок посмотрим, как поведет себя не то, что самый дешевый, а бесплатный нож из самой твердой быстрорежущей стали. Максимальная нагрузка на момент разрушения составила 185 килограмм. В данном эксперименте это рекорд. Но в отличие от предыдущих стальных ножей, быстрорез не смог согнуться на больший угол. Быстрорез, дамаски, керамика полностью уничтожены. На изломе дамасской стали можно разглядеть ее структуру. Место разлома даже немного расслоилось. А вот так выглядит нож из нержавеющей стали. Я, честно говоря, думал, что он тоже лопнет. Какой из этих ножей вам больше всего жалко? Пишите в комментариях. Лично мне нож из дамасской стали. Поэтому я придал ему форму. И теперь у меня будет такой канцелярский ножик из дамасской стали. Наверное, единственный в своем роде.